всех приветствую с вами я ваш веган христолюб сегодня разберем тему по поводу можно ли людям питаться яйцами курей да и не только курей кого угодно мало где какими вопрос на самом деле очень простой но знаете и греха таить не буду сам ты тоже весь путь проходил вообще конечно изначально кто знает я как бы сразу веганство может сказать в полноте принял но потом были моменты тоже так скажем отваливался от полноты к сожалению да уходил вегетарианство тут всегда тоже знаете такая шкала что зачитаем вегетарианство в том плане сказать что итогами мясо не ел нет я точно так же выступал против там цирка всех зоопарков веганств ведь это движение и мировоззрение учение жизнь человек который из любви к животным во всех сферах своей жизни никак их не эксплуатирует и не убивает не прямо не косвенно не участвуют в этих злодеяний да вот поэтому здесь такую грань тяжело тоже провести а вегетарианство вроде как сама возьмем низшую планку когда там бывает вплоть до того что ведь просто не едят то мясо ну чуть ли не 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 чуть ли не как кошерный у евреев да у иудеев что вот там они там чистые и нечистые животные там свинину едят от не едят поэтому вегетарианство вплоть до его минимальная норма бывает что ли просто не едят там мясо крес допустим крупно рогатого скота до коров там что-нибудь такое да при этом могут даже себе курятинку позволять вот то есть поэтому тут конечно ну конкретно за яйца тоже могу сказать что я сваливался обратно да и опять вот от незнание тоже от невежество поэтому я как веганка христианин как проповедник истины своим долгом тоже считаю этот ролик в частности все равно записать естественно вначале сделаю отсылку к видео ну есть у меня плейлисте но об этом я в конце скажу ладно в интернете полно информации и чтобы действительно принять веганство в полноте и отреть в том числе от употребления яиц потому что их появление на свет связано с точно также с эксплуатации убийством живых существ в частности курей сейчас мы об этом поговорим видео я в свой ролик вызнатники не вставляю все там под авторскими правами вот не все на этой проходит но вот иллюстрациями все равно конечно свои видео оснащаю вот пойду и словами рассказываю да и плюс все эти ужаса смотреть я я уже много раз говорил я такое не вывожу для меня это запредельные вещи вот но поговорим об этом на словах и своим опытом я обязательно конечно буду делиться вот по поводу первое яйцо тоже многие вот реально яйцо знаете я роль хотел вообще назвать яйцо соблазна да ну и в общем то есть не знаю как я назову его я сел записываю потом уже форму формулирую название значок делаю к видео вот вот хочется него прям назвать яйцо соблазна потому что в принципе я говорю сказать что если веганы которые не прошли такой путь но может и есть но действительно на яйца почему-то многие соблазняются так скажем опять все это от невежества опять от невникания даже вот мы его тоже где-то от обмана от иллюзий ну и действительно тебя что-то не подталкивает глубоко копнуть вот себя то вы знаете мой путь жизни не могу назвать невежды с одной стороны да не могу назвать что и я сам себя не подталкивали кто-то не подталкивает но тоже в жизни вот такой путь было надо ты насчет а как-то смотришь сквозь пальцы причем не то что там специально ну как-то так вот происходит действительно где слепнем поэтому друг другу то и даны друг другу даем и волшебные пиндаля когда надо и по хорошему объясняем и по плохому иногда в ультимативной форме выражение более твердых да вот для этого мои данные для этого я эти ролики пишу я думаю что после этого видео даже хоть один человек который тоже там где-то сомневался или сегодня употреблял может тоже перестанет когда послушать все это ну кто конечно к этому сердце распахну уже хоть как-то вот я думаю что все примет ну или еще кое-что посмотрит поэтому первые отсылки конечно чтобы принять и не употреблять яйца первое посмотрите видео на ю тубе загуглите как угодно их что-то в примерах как там яичной индустрии да и вам столько всего выйдет но это в основном конечно веганы всю эту информацию копают снимают там тайна прямо на всех этих птицефабриках и все выкладывают да да порой нас пополно видео которые никто и не скрывать те же самые сети птицефабрики они же не считают это за зло до них норма там все можно понять ну и давайте просто об этом поговорим в чем состоит вся эта индустрия производства яиц как они получаются берется опять очередной раз вы знаете я как веган христианин познавший истину и проповедующий что природу сущность бытия на в трех ипостасях в трех сущностях это бессмертие или вечности жизни свободы и любви по поводу начнем с вечности было такое особенно я обращаюсь всегда мои ролики все таки направлены больше к людям которым не чужды слова бог и истина до вселенский разум все что угодно пусть хоть они как угодно называть но все таки что такое метафизическое невидимой да ну и может быть не чужды и даже они в этом участвуют такие слова и организации сущности как религия так называемая да сам я вне системные свободные во христе веган вот и но тем кто не чуждо обратитесь к книге библии в том числе и посмотрите на первую главу книги бытия разве там были созданы клетки а первый бог не заповедовал вообще поедать чьи-то там чьих-то детей пусть даже и в яйцах еще в яйцеклетки да было заповедно есть все плоды какие были человеку даны на земле вот во вторых принцип вечности вот был это в районе было будет это в царство небесное не будет если вы сейчас это делаете вы не достойный ни рая потерянного не уж тем более небесного царства вечности это возможно вот такое посмотрите видео что творится на птицефабрике о том чем сейчас будем говорить такое возможно было в раю и будет небесное царство нет вот вам уже первый ответ можете вы употреблять яйца из вас распаханы сердца вот есть у меня в общении христиане которые через меня стали веганами ну такими вот я вроде веган как но я яйца там ем да ну ты тогда не веган еще это очень важно понимать и тогда не достигла небесного царства и не христиан христиан христианин от стопроцентный веган во всем христианин этот человек который признал что бог есть вечность свобода и любовь и сам таким стал а любовь она никого ни на что не подразделяет и в ней нет ни капли ненависти в этом свете нет ни капли тьмы и в этом зле добре нет ни капли зла это очень важно и сотворить хоть какой-нибудь злое дело знать что вы несовершенны в любви свобода откуда появляется яйцо порабощается животные опять клетки опять оковы ограждение подрезание крылышков все такое то есть человек насильно берет господство власть над живым существом которое свободно все животные по природе мы видим свободны все животные потом который даже ну я просто труппожором то естественно тоже общаясь все эти отмазы слышу никогда нет курочки очень любит свой дом они там даже сами вечером приходят они приходят только потому что их поработили только потому что поработив изуродовали сломали их не естественную природу когда они жили в естественной природе которую бог все создал что они без человека спокойно живут и радуются жизни и только после порабощения изуродования их природы они стали такими это мы сделали такими заводами рабскими по производству в естественной природе животные в сегодня мы говорим основном по птицах которые через яйца размножаются да они не несутся так часто им это не нужно природе столько не нужно это все со временем из и искажение изуродования природы этих животных человеком вот насильственные или созданные условия для оплодотворения все 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 вот эти прочие вещи возвращается не точно так что что им страшно им нужна безопасность я их уродует им крылья поданы при желании даже сбежать не смогут там от как нападать будет чё же вы тогда если они так любят домой бежать чё же вы все их крышки все подрезать всем курям да чё же вы потом их ловить когда они улетают и там где-то лазит да и бежите их ловить то что за нее денежку заплатили она вам яички несет да вот все это конечно обман бред не отговорки труппажоров поэтому нигде вы яйца не найдете если будьте в естественная к природе во первых я всегда говорю это понятно что никто это главное сам не делает главное за это все платим вот поэтому мы и плюс мы первых сюда давать так уже не раз в ролике рассматриваю первое как бы промышленное производство вообще где масса вообще тут табу даже рассматривать этот вопрос нельзя все что связано с животноводством общего с этим за что веганы все время борется за убийство эксплуатацию чтобы не было убийство эксплуатации животных а все сферы животноводства или все что связано с продуктами животном происхождения они все с этим связаны с кровью слезами насилием и убийством в массовую особенно если вы покупаете продукты произведенные день на массовом производстве вот таком там во первых работает человекообразные нелюди вот которые животным вообще ничего не испытывают это раз и все там картинки красивые на упаковках о каком свободном выпасть и все это брехня маркетинг и ничего действительно не состоит вот яйца каким образом получается вот именно все по кругу поработили первое первую курочку пошло поехало получилось яичко это яичко уже в рабстве родилось до вылупляется цыпленок что происходит с цыпленка мужского пола он вообще не нужен цыплят прям горами такими конвейерами просто мальчиков просто перемалывает более того их перемалывают это и этим же трупами кормят даже этих же самых курей посмотреть что происходит на этих производствах вот из курей делают вообще можно сказать каннибалов да и потом эти же курей вы сами же едите да и те же самые яйца их их самих потому что что происходит мальчиков перерубили маленьких птенцов тут просто они рождаются постоянно до девочки женского пола кто вылупляется разделяет судьбу своих матерей а какая-то судьба это всю жизнь вырастить вот в такой вот клетки где вас там 25 штук они там даже не шевелится что в одной клетке держат пока растят потом там по разным растеки вают чтобы она просто сидела из нее чисто эти яйца сыпались и впереди кормушки все все эти бредни про свободный выгул все это ерунда на этом есть отдельное видео не веган потому что там улучшенные условия кому интересно все вот в одноименном плейлисте веган во христе у меня это есть если не найдете конкретное видео не захотите по порядку смотреть пишите в комментариях я дам ссылку на конкретные эти видео на какие ссылаюсь при разговоре своем вот вот судьба вот судьба любого животного вместо того что бегать прыгать летать веселиться играться со своими соплеменниками до растить этих детей до вся участь куриц это все это всю жизнь просидение в клетке их раскармливают они там все эти яйца дают они не ходят у них потом они встают у них ломаются ноги в общем там ужасов я хоть вам на словах говорю но есть ролики получше моего в этом плане о всех тех секретах таких в кавычках до всех тех индустрий вот какова судьба где-то делать ролики сделал этой курочке до после этого яичко на было местами тут поменять вот тем же самым девочкам какие там ужасы делают это и крылья все эти подрезают это и клюваем прямо на всяких там этих болгарках стачивают чтобы они там друг друга не клевали потому что их вот так заткнут они там и друг другу начать клевать и чуть уже не жрать потому что им надо из голодухи надо того что они там с ума сходят на психику влияет но посадите 25 человек до в квадратные клетки два на два посмотрите что с ними будет с животными происходит все то же самое поэтому конечно что вот вот очень хорошие иллюстрации есть такая серия господи куда ты смотришь или как там правильно переводится да он из нее это яйцо выдавливают вот это и действительно то что делают с этой курицы вот особенно если вы называете себя религиозными верующим как угодно да вот какое-то отношение к высшим силам там что-то там ищите за вселенной на вечную мантру нирвану все вот это к вам о каком вообще потребление яйца может идти речь особенно игру если вы там их в магазине якобы где-то покупаете вы вообще спонсируете прямо это зло вот ну а судьба мальчиков это уже прямо вот всегда тупо убийство тупо убийство этих очень хороших нежных пти птенчиков да вот которых бог все придумал для радости жизни они веселые смешные и ручные любят тоже людей люди все домой потом таких же заводит почему-то мы игру знаете вот люди заводят попугайчиков но при этом едят курочку ничем не птиц это одну якобы любишь другую пожираешь это же все лицемерие и многоличие человеческой натуры ничего святого в этом нету это очень важно понимать по поводу хорошо кто-то там вот в домашних условиях хоть мы есть отдельно ролики но я еще расскажу все то же самое все то же самое во первых это можно только себя иллюзиями те что я во первых немногие себе могут позволить и где-то там есть возможность покупать якобы какие-то там деревенские яйца это раз то есть это я так по цепочке отмазал до второе во первых все кто этим занимается как видите с чем это связано это не люди это человекообразные не люди даже живущие в деревне им эти до этих животных удела нет для них это тупо деньги это вот монетки все что не в глазах одни бабки все больше их ничего не интересует каким способом добыть им без разницы делать им приходится то же самое они точно так же сам поработили купив этих изуродованных природой курочек человеком да они дальше все это зло потворствует из поколения в поколение так скажем передаю да вот точно также держит их в клетках игру точно также режет им крылья точно также стачивают им клювы точно также убивают птенцов мальчиков то ждевать их некуда никто их петухов плодить не будет они никому не нужны они все идут на убой это очень важно мы продолжаем это и мы изуродовали их природы продолжаем они рожают с огроменной скоростью яйца девать некуда вот и все это в инкубаторе ведь ты же не знаешь девочка там вылупиться или мальчик все их потом точно также всех в деревне неважно где их всех уничтожают ну или растят на убой одно и то же это очень важно понимать и в оконцовке они несут 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 и когда из них все выжмут что чем чем заканчивает курочка тем же самым трупятины на столе это очень важно понимать их никто дохаживать до пенсии не будет и на пенсии содержать не будет когда она уже до со сломанными ногами и там нечего уже нести из нее уже все выжили не то я не то есть также идут под нож и неважно в промышленном производстве или в домашних условиях никто ее содержать ее содержали и и кормили только ради яиц все больше не никто ее кормить не будет никто и содержать место занимать в курятнике на во дворе лишнюю травку чтобы она кушала лишнюю пищу никто ей не будет все они идут точно так же под нож это очень важно понимать вот и все много ли надо говорить у меня обычно очень длинные ролики но что-то у меня сейчас этот несколько дней пишу какие-то все даже в полчаса укладываюсь чуть меньше чуть больше вот вам вся яичная индустрия данное яйца многие соблазняются но вы просто разберитесь с теми просто не вникали все там не там невозможно это такой же продукт как и молоко там все это невозможно без порабощения без уродования природы то что изначально природа была сильно изуродована в естественной природе мне лично рассказывали люди там с островов не писали вон тут у нас курочки дикие там на гавайях ходят ведь люди их даже не трогать ну понятно это может других убивают но суть в этом да то есть я не в дикой природе так живут все эти птицы все эти перепелки перепелиные то же самое яйца все они вон живут я вред и люди все все что мы делаем с животными мы сначала их первое порабощаем то господство которое было заповедно в раю это была забота там слово такое переведено на то же самое что умный человек понимает что когда он обращается к богу господь подразумевает что это любящий его отец а не тиран который его пытает бьет по голове каждый день то же самое здесь поэтому там слово было господство пусть даже как мы читаем в переводах то нас дошедших подразумевалось богом что человек будет заботиться и любить все что ему верено а мы что сделали вот плоды дел наших рук поэтому конечно это я сейчас уже говорю конечно да сам уже на всем этом ферда стою все эти соблазны на яйца и веганы которые еще яйца потреблять это конечно смешно это это вообще прямое насилие убийство и все то же самое все связано вся эта яичная индустрия она ничем не отличается от куриной индустрии когда их на мясо там был бро бройлеров ли как там их называют выращивать мясной все это на убой когда все животных растят молочный там или еще чего то еще чего то есть отдельные вопросы знать я уже даже записал по меду это такие очень редкие нюансы это мы там все разобрали там тоже достаточно легко во всем этом разобраться но она тот же самый мед пчеловодство это все-таки разные вещи что насекомые их тоже они тоже живые но немножко тут другое да вот а все вот эти вот все что живое то такое вот все что выше букашки вот такого насекомого пчелки там все одно и то же как под копирку вот и то же самое касается рыб но по рыбам у меня сейчас следующее тоже видео буду писать все то же самое с рыбами все то же самое что их выращивает испаривать брюхо ради икры но их на мясо спускают да и или ради тупо выращивали на мясо но принципе стараются всех еще там и икру умудряться собирать все то же самое лишь бы просто получить животное рассматривается тупо как не что вот так вот поэтому с яйцами все очень просто посмотрите просто видео я на словах все это сказала посмотрите в живую если у вас ничего не щелкает внутри то как у себя может называть там человеком веганом христианином веганство это норма которая была от начала это никакой это никакого причинения вреда здоровью или уж тем более жизни живому существу все что дышит ползает бегает все у кого и сердце у курочек таких сердца все у них у них стране организма ничем не уступает всяким там и млекопитающим хоть они молоком не питаются очень близки они также боятся и также радуется сколько сейчас благодаря интернету видно этих роликов таких мемных веселых хороших где там людей курей даже дом потом заводит вот они очень умные общаются обнимаются там с человеком так берет она им прямо сюда положит головку да поэтому разберитесь просто с этим вопросом и не участвовать в этим зле и напоследок хочется сказать просто по поводу когда вы просто познаете вот это вы знаете жизнь познает спасили жития и святость но истина сначала и тут и тут такое круговорот ты сначала узнаешь истину на 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 слух так скажем в сердце бог неважно говорит ты начинаешь действовать истина познается как вот есть такая фраза по силе жития ты живешь опять возвращаешь эту точку но тут у тебя были только познания теоретически пройдя опыт и это на практике узнал вы когда ты то есть усовершился в этой истине благодаря тому что ты прошел тот путь и ты изменил свою природу вначале конечно просто вот слушаешь и делаешь вот вы меня услышали узнать надо взять узнать услышали сделай ты берешь просто и делаешь ты потом смотришь когда ты сам очищаешься у тебя глаза ты когда сам из тьмы выходишь вот за пределы матрицы любой сверху уже на когда ты в ней ты ничего не понимаешь в каком-то дерьме ты когда из этого дерьма выходишь тогда ты видишь где ты был вот и здесь все то же самое с яйцами просто берите оставляйте это узнавать информацию и просто не потребляйте этого и увидеть как через время потом поймете в какой тьме вы пребывали и будете опять благодарить всех кто вас к этому привел и бога за то что вы встали на этот путь и встали на сторону света потом никогда в жизни не вернем причем будет планка игру ведь я тоже как-то сваливался но потом у каждого бывает уже переходный момент где ты забрался уже на то и все а это ты просто значит подпрыгивал когда тоже туда заберешься есть такое христианское понятие как непадательное состояние все тебе уже ты уже встал ты уже все понял тут у тебя вопросов вообще нет и поэтому с этими вопросами тоже не завязали не затягивайте а кто мне пишут там веганы и чего-нибудь там пишут вот я там на это еще или это этот грешок придерживаю я говорю давай срочно никто не знает что с тобой завтра будет и как ты кончишь как павел писал хорошо на злое будьте младенцы да надо менять свою жизнь ко всему доброму ко всему что вас тянет и не не откладывать добро на завтра или отречение от зла завтра может не наступить делать это над сегодня это очень важно и не забывайте что изменяя свою жизнь вы изменяете мир вокруг это обязательно коснется всего вашего окружения даже если вы еще ни слова не пророните а просто сами перестанете участвовать во зле вот но от избытка сердца и жизни начнут говорить и уста игры помимо себя изменения вы будете менять окружающий мир что очень важно а когда он изменится мы как хотим попасть небесное царство любви где все люди любвеобильные с мы сами не такие и таких вокруг нас нету мы одни будем мы что там делать будем с ума сойдем а любви много не бывает так что вот такой вот мой ролик по яйцам веками по сути да вот но вы поняли папа яичной индустрии по употреблению яиц в пищу вот все это это все ужасно это все нечеловечно античеловечно антихристианская а морально не этично все что это все зло недобро поэтому все голову веган становитесь веганами в полноте менять свою жизнь узнавайте все вопросы касается вообще очень важно себе в жизни поставить планку достижения святости это очень важно царство небесное это царство абсолютной любви там там нет никакого места никакому зла бог есть света нет ни в никакой тьмы бог есть абсолютное благо и нет ни капли страды слез и страданий бог есть любовь и нет ни в никакой ненависти вот и все а это вы потом вы знаете какую-нибудь картинку себе представьте что в небесное царство не можете войти потому что вас яичко в кармане не пустила вы практически голый какой пижами до ночнушки вот вас это яичко туда не пускает неужели вы готовы царство небесное царство любви применять на и на яичко это пахте элементарно в писании так павел хорошо говорил и бог чрева и павел и аков они там по-разному что говорили и бог чрева они мыслит и земном все ваш бог чрева реально вот реально это просто вкусовые привычки и мы готовы ради них творить зло это отвратительно это ужасно это недостойно святого человека недостойно любвеобильного человека недостойно вегана недостойная христианина тем более христианин христианин человек который любит все божье творение никому не пришли страдания никак в этом не участвует ему чуждо все зло и все страдания он вообще никак лучше перестрахуется даже не будет делать то что под сомнением но уж вы посмотрите про яичную индустрию вас там какие-то сомнения добро или это зло все то же самое это обычная скотобойня растянутого времени все что там с мясомолочной продукции с яичной все абсолютно одинаково с рыбаной индустрии все это только слезы кровь страдания боль и смерть ничего там доброго нету это очень важно понимать вот яйцо символ жизни да это зарождение новой жизни это тоже важно понимать на это у меня все я считаю достаточно если вы от попадания на птицефабрику или просмотра пусть через интернет через монитору назовете то что вы увидите просто раем или небесным царством ну вы в таком вы пожнете все что сели и когда-нибудь окажетесь там то если все честно и прямо и во благо себе назовете это адом и от этого ада и зло и страдание тричусь обретете царство небесное внутрь себя и в нем обязательно окажетесь свое время и по плоти чего я вам всем и желаю обязательно лепим лайки и делимся этими роликами на своих ресурсах люди должны знать истину и поступать по ней и обретать полноту счастье благо бытия а а и и и и и и и Продолжение следует...